МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На головной площади города шматлюдно, ярко и шумно. Житковичам 515 году. Отлик ведется от первого узгадывания в летописах. По меркам истории, взрослый совсем юный, однако достатковый для формирования самобытной культуры, фольклору и традиций по лесу. Его же храм в этот святочный день не соромна и за працованные будни. Утяжки за сушливый год сельчане досягнули неодренных выников. У раджай больше, как 40 тысяч тонн сбожья. Завершенность оба зимах расте реализация молока. Люди работали практически на износ, но есть результат. Сегодня не зрань, что мы участвуем здесь механизаторы у наших, руководители, специалисты. Есть за что просто сказать людям спасибо. Регион живет нормальной жизнью. Больших проблем в регионе нет. Это самое главное. На сцене выступали коллективы мостатской самодейности. Рамесники представили свою творчесть у галереи под открытым небом. Многие из их работ – соправдные творы мостатства. И с пустыми руками проехали на свято и же хоровесок. Столы ломились от продукции под лепшим для гандлю брендом. Усё натуральное – своё. Дарочую укладу свято унесли уси разом. Квятнее и город именинник. Конечно, город изменился очень хорошо, потому что у нас много очень много строек. Сам город преобразился, площадь наша преобразилась. Новая библиотека у нас появилась, гостиница новая. Это всё, конечно, отразилось на нашем городе. Праздник очень хороший. В этом году постарались. На славу и для детей много развлечений. И для взрослых. Поэтому всё очень хорошо. Оле галонной часткой районных дожинок стал безумовно конкурс подворков. На кожные из них завабливали водором юшки, якая варылась на костры. И множеством инших страу. Сустрака лишь улепших традициях белорусских вёсок. Голосистыми пропевками под гармоник. Про то, что свято отрымалось, оказали не только жидкаучане, а ле и гости сдалёк. Сироты, кто наведал День города, была делегация с Фатежского района Курской в области. Побратима Жидковицкого района. Побратимские связи у нас установлены очень давно. И, по сути дела, мы сюда уже приезжаем, как свои люди. Всё нам здесь знакомо, всё привычно. Имени района Побратима я хочу поздравить всех жидковчан с днём рождения города. Пожелать счастья им, их семьям, родным, близким, знакомым. Пожелать дальнейшего процветания вашему городу. Руслан Пролясковский, Олеся Рудзянкова, Александр Александронец. Телерадио компания «Гомель» Жидковицкого района. Кто хочет из-за инших, сможет запрыгнуть коня, посекнуть дровы и кто готовит самую смешную вязковую ежу. На этой вопросе шукали отказы по часу областного этапа семейного сельского господарского проекта «Уладар села». Его переможцы проставят регион на республиканском форуме. Дмитрий Котов сошил за ходом цикавых и непродказальных баталий. Семейный конкурс для людей, которые проживают в сельской мясовости, проходит с 2007 года. Выявлять мощнейшего в регионе на этот раз выросли в агрогородку Тихинич и Рогачевского района. Летость семья с этого региона заняла гоноровая третья место на заключенном республиканском этапе. Мы ищем молодые семьи, которые не только в хозяйстве хороши, но еще и в творчестве. Ежегодно мы проводим районные этапы, по итогам которых отбирается лучшая семья в каждом районе Гомельской области. Затем следует областной этап. Здесь мы выберем одну семью, которая будет делегирована от Гомельской области 22 октября на республиканский этап. Для того, как сдействовать подороже на республиканский этап, необходимо было выявить у ладора села по выниках пяти испытов. Первый из пропонуемых заданий, визитная картка семьи и видеоролик «Наш подворок» подтвердили у черговый раз универсальность конкурсантов. И они не только працавитые, але и неверогодно талиновитые люди. Спортивный азарт сельским колоритом, запрессчик коня, конкурс древосеки. Безумовно, эти выпробования стали самыми ведущими. А лишь назвать их складанными не льга, потому что с такой працей сельские жихары за учебность устрекаются у своем повседенном жити. Передать азарт, за каким смагались удельники, немогчимо. И они быцем находились на соправной спортивной арене с активными и энергичными болельщиками. Эмоции не стихали ни на секунду. Саступать в таким поединку никто не жадал. У нас семья очень активная. Мы на протяжении 10 лет все время везде участвуем. Я знакомых очень много встречаю. Я знакомлюсь с другими семьями. Ну и общение для меня тоже это очень важно. А пошня выпробования выявляла мацнейшего у кулинарной справе. Мясные и молочные деликатесы, пироги с фруктами и городниной, и, конечно, разностайные стравы с бульбы. Смак и водор приготовленной ежи не покинул обыяковыми членов журы. И, как признались организаторы конкурсу, вызначить выникового переможцу стало еще больше складано. А лишь выбор необходимо было делать. Первое место разделили две семьи. У ликовых Шашерского района и южковских Зрогачевского. Гонор представлять регион на республице выпал опошним. Конечно, это очень приятно. Семьи были замечательные, дружные, красивые. Программа была у всех сложена. У нас просто нет слов. Мы очень рады, что победили. Постараемся не подкачать и достойно представить свою семью на следующем конкурсе. Без убаги организаторов не застался никто зудельников. Кожная семья отримала дипломы и каштоны и подарунки. Дмитрий Котов, Йовген Макеенко, отель радиокомпания «Гомель», Рогачевский район. У Гомеля отбылся третий у серреспубликанский взлет коллекционеров. Мероприемство собрало коля сотни удельников. Продемонстровать свои коллекции проехали навод гости за мяжи. На запрошение организатора взлету, окромя же хороу розных регионов Беларуси, отгукнулись коллекционеры из Москвы, Бранска, Архангельска, Вильнюса, Смоленска, Тулы и Чернигова. Самыми заполненными оказались сексы и нумизматыки. Это монеты и знаки, банистыки, поперовые гроши, банковские документы, а так само фолерыстыки и филателии, нагрудные знаки и паштовые марки. На ведольнике выставы могли побачить так само шмат продметов антикварияту. До того ж на взлете коллекционеру выставлялись и миниатюрные модели бронетехники. У меня такая вскрытая задумка. Когда-то, вспомните, 20 лет тому назад, когда начался Витебский базар, Славянский базар, то было очень мало народу. Смотрите, через 20 лет это стало всероссийское, всебелорусское мероприятие. Мы тоже тешим себя надеждой, что со временем, 10-й, 15-й, 17-й лет, это будет большое масштабное мероприятие. У Гомеля отбылась добрачная акция «Повер у суд. Разом с нами». Ей организатором выступила Гомельская епархия Белорусской православной церквы. У делу мероприятия приняли юные гомельчане и их батьки. Подробязности в сюжете наших корреспондентов. Масштабная доброчинная акция «Повер у суд. Разом с нами» объеднала у текавой и забавляльно-гульновой программе деток самых разных взрослых. На открытой пляцеусе на территории храма святого Архангела Михаила им был пропонован шарих займальных конкурсов и викторин. Тут выявляли лепших у активных гульнях в заданиях на трапность и творчая здольность. У акции приняли удел выхованцы новокольных детячих садов и школ, а так само их батьки. Они могли отримать салат от концертной программы, подрихтованной волонтерами Гомельского инженерного института МНС, согреться горячей горбата и попробовать смачные блины, приготованные приходжанами храма. Акция «Повер у суд. Разом с нами» в Гомеле ладится уже другой год за пар. Ей главная мета – допомогти хворым детям. Мы проводим конкурсы для детей из нормальных семей, для их родителей. В то же время мы раздаем листовочки и призываем их откликнуться и подарить радость свою, разделить ее с детьми, которые неизлечимо больны, с их матерями. Принести какие-то подарки, внести. И мы, в свою очередь, отвезем потом этим деткам и подарим от всех людей эти подарки. Уси собранные по часу доброчинной акции «Сродки и подарунки» будут накерованы на допомогу детям Гомельского областного центра коррекцино-развивающего навучения и реабилитации. Зараз там займается колесо ребят. Любая допомога и поддержка с боку небояковых людей для них – житово важная. Благодаря участию наших волонтеров, участию храма, участию прихожан, родители наших деток и детки, они ощущают заботу. Заботу всего города, всех наших жителей, которые не оставляют. Наедине с их бедой, с их проблемами, а просто участвуют в их жизни. Акция «Поверут Суд разом с нами» накерована на объединении гомельчан у одиным доброчинным порыве. Унести свой вклад в эту добрую справу и допомогущих хворым детям в храме святого Архангела Михаила может кожный для этого достаткового меджедания. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио «Компания Гомель». И на этом поколе все, за развитем подействие, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин